Если кто хочет сбежать, сейчас самое время, пока я начала, для меня досидуют обычно самые стойкие. Даже один мужчина досидел, что очень приятно. Обычно их, в принципе, ул. Почему один? Трое. А ты что, трое? А просто двое было, я же помню. Ух ты, ну извините, да. Так, значит, я психолог, я не врач, я не лечу, вылечить не могу. Почему, собственно говоря, я здесь? Да, хоть я и лимфицизм. А вам не громко? А мне вот очень громко, почему-то от себя самой. Мы с вами, работает? Работает. Мы с вами, как люди, мы живем на двух ресурсах. На физическом и на психическом. Преудобство только говорить эмоционально, потому что психически как-то слово пугает. Вот, собственно, врачи, мои любимые, уважаемые, они работают с первым. Когда ребенок болеет, когда мы болеем, когда я болею, как врача, без вопросов. А я с другой стороны. И мы с вами прекрасно понимаем, что они взаимоприяющие. И мы с вами прекрасно уже взрослые люди увидели с вами много примеров, когда у человека, например, ну с ним вроде все в порядке, все хорошо. Особенно, если, например, пожилые люди, вроде не болеют, ничего. А вот тут, например, один футболк. И он уходит, ну там, вслед, да. Хотя физически показаний к этому нет. Такой же пример, когда качается эмоциональный ресурс, очень явный такой в жизни. Да, когда, ну, профессиональный ресурс, когда у человека начинается депрессия, и просто не хочется жить. И тогда может что-нибудь произойти и болезнь, и не болезнь, и несчастный случай и так далее. Я думаю, что мы с вами, люди взрослые, все встречались с такими людьми. И бывает, когда наоборот. Когда, в общем, даже есть разы в народе, непонятно, в чем жизнь держится, а человек живет. Вот, это непридуманные истории, поэтому мы с вами это все знаем. Вернусь немножко назад. Меня впервые, муково-веститосу, позвали во взрослую сеть, вдвойку, Татьяна Александровна, позвали по 17-летней девочке. И поскольку звали меня там, акульные петяне, случайно, когда я нашли, да, то мне сначала сказали просто, девочки лежат в больнице, и мы учат эту песню. Смотри, так или нет, нужны таблики или нет. Я сказала, ну, конечно, хорошо. А когда пришла, врачи сказали, знаете, вот или муково-веститосу, вот то-то-то. И такая девочка хорошая, мы очень любили, с крупным характером. Посмотрите, пожалуйста, она вообще жить хочет, нет? Я сказала, ну, так-то, конечно, в общем, не могу отказать, но я была, честно говоря, в шоке. Девочке этой, к сожалению, уже нет. Она умерла через полтора года. После того, как я ее видела, ее звали Марина. Вот. Она как раз была из разряда людей, которые, в общем, не очень нужны в жизни. Если говорить про скину и декором, у нее не очень была хорошая семья. И ушла она, в общем, больше по эмоциональным причинам, нежели по физическим, хотя она была с дежурным течением для очков. Вот. Поэтому я буду говорить про наш второй ресурс. Таким образом, мы можем помочь себе в ситуации, которую мы с вами можем исправить. А мы с вами исправить можем не очень много в этой жизни. Опять не работаем. Да. Для того, чтобы вообще забраться в людях, не нужно заканчивать университет, например, как я. Да? И мы с вами все складываем какое-то впечатление. Вот психологи работают в последней, вот с этой частью. Это, собственно... Знаете, если у психологии был подвиз, я бы, наверное, назвала понимание. Вот понять, что у человека в голове, что он исследует, как он воспринимает там свою болезнь, или болезнь ребенка. И вот, ну, вот это все, вот, это делает психолог. Он докапывается до того, что человек сам не очень осознает. Ну, вот, если, например, у вас сейчас задать вопрос, что такое, там, болезнь вашего ребенка, то вам, в общем, наверное, придется задуматься. Что-то выскочит сразу, а что-то будет очень долго. Вот для этого придуманы всякие, там, проективные методики, фрейд и все дела. Вот мы вот этой частью занимаемся. Что же такое эмоциональный ресурс, в котором мы живем? Собственно говоря, все, что нас мотивирует в плюс или в минус, если говорить просто. Подчеркиваю, в минус. Встречала я ваших дедок, которые совсем такие, знаете, ангелоподобные. Совсем не злятся. Вот совсем не рукаются. В школе не ругаются среди мальчики. Вот совсем-совсем ничего. Очень опасная ситуация. Почему? Вообще, агрессия с латинского переводится как «aggression». Можете в интернете правильно, поверите на название. И переводится на русский это как «движение к…». На самом деле, агрессия – это основная энергия психическая, которая нам с вами дана. Ну, потому что мы биологические создания. И это не означает ненавидность, злость и так далее. Это означает весь спектр негативных эмоций от легкого раздражения, потому что вот сейчас где-то кальнуло что-то, до собственных инспективных вещей в виде ярости, когда человек может себя не контролировать. Почему это важно? Почему я потом говорю? Потому что если человек, и мы с вами, живя в очень простых условиях, растить ребенка, который поверит, это непросто, запрещает себе злиться, в том числе на него, подчеркиваю, не обязательно ему, но на него можно отойти и позлиться, послать. То, когда человек запрещает себе негативные эмоции, уходит в позитивные. Наступает, либо как это, как белка в колесе, либо депрессия, либо не хочу, либо что-то поменять и так далее. Нам может с вами это нравиться, а может не нравиться, но это закон, по которому мы живем. Мы можем ходить летать, но мы этого не можем. Вот если мы не раздражаемся, если мы не раздражаемся на ту тяжелую жизнь, например, на это тяжелое обострение, которое уступило, и оно съедает вашу жизнь сейчас, вы не будете радоваться. А если вы не будете радоваться, то объяснять дальше не нужно. Поэтому смотрите на, что злится ваш ребенок. Если он вообще не злится ни на вас, ни на школу, ни на кого вообще, это очень тревожный момент. Причем я это видела у дедов, как ни странно, они вроде такие, ну, непосредственно, тут жизнь, по-моему, все интересно, но тем не менее это так. Положительная вещь. В положительных вещах есть неожиданные, как ни странно, моменты. Особенно маленькие дети вовсе не должны испытывать никакого удовольствия от лечения, которое мы предлагаем, и это процедуры, которые вы, как родители, должны с них стрелывать и их научить. Поэтому в положительных вещах лежат такие вещи, совершенно неожиданные, ненужные интересы. Например, есть ребенок, который очень любит ножи. Никакой пользы, но он их любит. У него глаза, когда он их рассказывает. Он мне два часа очень любит ножа, и они теперь все знают. Есть ребенок, который любит муравьев. Ну вот тоже никакой пользы, но ему это нравится. Вот у вас у всех есть вещи, которые вас душевно зажигают. И это очень важно. Я потом покажу, как это, ну расскажу вам историю, как это выглядит. Поехали дальше. Я всех ваших, наших, в общем, пациентов разбила на три возрастные категории. Сейчас расскажу, почему. Если мы говорим о детках от 0 до 15 лет, какие бывают с ними трудности на дашине лечения, и что можно с этим сделать? Если ребенок совсем маленький, если ему ноль, то основное, на чем он живет, и ему уже это прекрасно знаете, это все телесные ощущения, и все, ну это телесность. Вот что такое телесность, это вот. Это наш подтвержденный опыт реальности. Нам могут что-то рассказывать, показывать, учить, я вам могу сейчас что-то говорить. Но есть ваш опыт, который приходит к нам в первую очередь через тело. И в отношении болезней, когда задействовано тело, это очень сильно важно. Я написала много определений, потому что очень часто спрашивают, объясните еще как-нибудь, еще как-нибудь. Есть в отношении ваших препятствий очень важная вещь. Я когда начала с ними общаться, я у каждого, я начала общаться со взрослыми сначала. И я у них у всех спрашивала, слушай, ну вот там ты вот это умеешь, вот это, ты понимаешь ингаляции, ты понимаешь таблетки, еще что-то. А ты проверял, сколько ты можешь без этого? Вот не ингаляются, не есть таблетки, не пополнять кинеризию, ни то, ни другое. Они все, знаете, как в мультике, только не творили зияни. У них становились такие круглые глаза, и они не замолкали сразу. Было очевидно, что делали, но говорить не хотят. Тогда приходилось клясться практически всем, что я никому скажу, ни родителям, ни врачам, никому. Я правда никому не рассказываю. И выяснилось следующую вещь, у меня нет исследований по этому поводу, просто я их не делала, мне к такому не приходилось, если честно. Но те ребята, которые себе это позволили, в какой-то момент времени, собственным делом проверить, а что такое это болезнь, они во взрослом возрасте выполняют рекомендации намного лучше, чем люди, которые себе это не позволили. Ребята, которые никогда себе это не позволяли, если они поступают в институты, уходят родителей, они выходят во все тяжкие, плюс к тем, в которые выходили мы, когда вышли в институты. То есть они поставят абсолютно все делать, и это действительно усугубляет состояние. Я понимаю, что это такая палка от двух концов, что вы, как родители, не можете с этим согласиться, чтобы они это проверили. Но это очень важно, чтобы они получили свой собственный телесный опыт. Это не означает, что я даже дойдя на крайности, но легкая, например, что ей становится труднее подняться по лестнице, говорит нам о том, что те процедуры, которые вы им каждый день навязывали в течение многих лет, это на самом деле помогает им жить. Это вот пример того, почему это важно. Для совсем маленьких детей, вот груднички и вот там лет до трех, четырех, любые детские процедуры, это насилие. Насилие на тело. У нас с людьми уступят иголки, с людьми что-то в рот, люди это будут принять. Как-то трогают не так, как это нужно. Это устроено эволюционно. Это животная часть нашей психики. Мы с этим с вами ничего не поделаем. Ваши дети, наши дети никогда нам не помогут производить с ними процедуры, пока они совсем очень маленькие. Не стоит этого ждать. Если мы этого будем ждать у детей, мы будем очень разочаровываться. Каждый раз, что что-то так, или что мы что-то неправильно делаем. Это полностью наша мотивация, это полностью наша ответственность начать с ними играть, скакать на мече, включать мультики, каким-то образом их заинтересованы. Просто этого не ждите. Что еще в этом смысле важно? Оборотная сторона медали. Это вопрос. Когда родители чересчур увлечены деланием процедур для того, чтобы ни в коем случае не получить угострения. Такое тоже случается. И увлекается этим на всю жизнь практически. Я общалась с мальчиком, которым был 22 года. Отличный парень, очень воспитанный, музыкант, учится. То есть у него вообще непростое лечение, но в принципе он же абсолютно полноценный парень. Реально очень приятный парень, симпатичный. И он абсолютно одинокий. У него нет девушки. И не было. Ну так это удалось выяснить очень аккуратно. И выясняется, что мама до сих пор снимет в ванной, смотрит, как он собственно вот эту всю макоту отхаркивает, как он там вот это все делает и так далее. В общем, никакого преступления в этом нет. Но все, что связано с физиологией, оно все находится в зоне интимной жизни человека. Когда ребенок маленький, понятно, что он попакал, мы его помыли, там все его насыпали, что надо упаковать и так далее. Потом садится на горшок, но ему еще как-то помогает. Потом уходит в унитаз и закрывается свой дверь. И мы туда же не заходим. Вот все, что касается физиологических процедур, связанных с заболеванием, должно быть иметь точно такую же динамику. Оно потихонечку должно уходить в интимную зону жизни ваших ребенка. Потому что если какие-то физиологические вещи человеку не дает делать наедине со своим с собой, у человека не происходит, как это называется, присвоение собственного тела. Это на самом деле очень нелетная история. И если не закрывается телесная граница, говоря профессиональным языком, человеку потом очень трудно выйти в свою гендерную принадлежность, потому что он не распоряжается тем, что у него есть. Про это дальше тоже будет история. Про сопротивление. Очень любимый вопрос у нас в теле. Я вам тут выписала все сопротивления, которые у нас есть до момента взросления. В принципе, они идут каждые три года. И немножко прописала, собственно, из чего они складываются. Вот из того, как это называется, есть способ на это влияния. Вот все восемь месяцев вы видели, что дети начинают бояться даже тех людей, которые часто к вам приходят в дом. Если это бабушка, которая приходит раз в неделю, он может начать бояться бабушек. Ну, все, у них проходили. Соответственно, они начинают дать себе врачи. Дырка выключая, например, от того врача, которым вы ходили всю дню. Что здесь можно делать? Делайте врача своим человеком. Каким образом? Берете чего-нибудь из дома, что ребенок очень любит. Собаку, плед, еще что-нибудь, что можно належать на этого врача, чтобы он выглядел как свой человек. Ну, врачи не снять, поэтому я для них ничего не говорю. И с этим не нужно бороться, потому что все сопротивление будет, ну, достанется вам секреты, заражения и так далее. Самый распространенный, самый любимый пубертат. Сейчас скажу про немоделы. Вообще-то, чем нам гравитационно дано сопротивление тому, что даже для нас хорошо, да, лечение для ваших детей хорошо? Но тем не менее, не могут употреблять. Во-первых, это показатель здоровья психики. Каким образом? Сопротивление – это манифестация того, что у человека выстраиваются личные границы. Раньше он свободу отпускал эти границы, а потом перестает пускать. Это очень лично тоже в пубертателе, когда, например, если они вам рассказывали что-то, потом перестают рассказывать. Это означает, что они повзрослели. Это не обязательно проблема в отношении. Когда человек начинает сопротивляться, вот эти все, ну, каждые три года, которые я показывала, да, у нас идет, ну, так называемое, становление образования, мы всегда очень обманом понимать. Вот раньше это было так, а теперь я немножко другое. Это очень видно, опять же, в подростком возрасте, когда все становятся любя юношами, любя девушками, любя стариками, любя стариками, любя детям и так далее. Вот. А главное, что это становление вори, кризисуально, на такую человек в возрастном возрасте делает процедуры, то, к чему вы вызываете, делая, пожалуйста, вот это, или вот это, или вот это. Поэтому сопротивление ни в коем случае нельзя ломать. Это бывает не просто вытерпеть. Нужно искать отходные маневры, но ломать это нельзя ни в коем случае. Особенно у мальчиков, потому что сломанная воля у мальчиков это очень трудная жизнь для мужчин и ботона. Вот. Что по поводу... А есть ли у кого-то подростков вообще? Примерно. Да, есть. Что происходит в пубертате? По большому счету, две важные вещи. Первая вещь, это... Это тоже важно для ваших ребят. Особенно важно. До 12 лет основной страх жизни человека. Это страх потери родителей, страх смерти родителей. А вовсе не страх собственной смерти. Как ни странно это звучит, но это так. Поэтому маленькие дети очень хорошо чувствуют страхи родителей. Пубертате начинает меняться. Мы начинаем осознавать собственную конечность, что вот этот у нас ресурс, это все, что у нас есть, что мы за себя отвечаем и так далее. Второй очень важный момент, это так называемая смена веры. Когда тяжело проходит пубертатный период в семье? Когда мы очень много ребенка набрали. Чем меньше мы набрали, тем легче проходит пубертат. Почему? Потому что в этот возраст ребенок начинает на все смотреть, ну, он становится уже ребенком, он начинает видеть мир своими глазами. и сравнивать, что мы ему говорили про себя, про него, про этот мир. И, собственно, то, что он видит. Вот чем меньше мы есть здесь на косящах, тем легче нам будет с ребенком. Пубертат будет, но он может не быть проблемной, катастрофой, к таким конфликтом и так далее. Вот эти две вещи происходят здесь. Врачи, я даже не буду иногда на этом останавливаться. А что у нас по поводу вас? Да. Непростая эта история, ребенок с наквистидозом, и я встречала много родителей, у которых нет проявлений у детей, вот у совсем грудничковых. Вот их нет, и все. Диагноз ставят, ну, взяли работу, пробу, там, задавки. Все, с козами, к вистидозу. Родитель полез в интернете, я прочитала все ужасы всякие, что ребенок там может улюбить и так далее. Нужно кучу денег тратить, нужно кучу времени тратить, а ребенок, ну, ну, не все. Есть, как и писает, чихает, не кашляет, не задыхается. Все хорошо. И, ну, я бы тоже не поверилась, особенно, со своей упертостью, я бы искала доказательств, честное слово. И это очень сильно, на самом деле, осложняет ваше отношение с врачом, потому что врачи, в общем, диагноз поставили, я не понимаю, а для вас это не так. Поэтому, ну, выезжать здесь только на мере ими, ну, очень сложно, потому что, действительно, нужно на это очень сильно тратиться. Но, тем не менее, у вас есть такое заболевание, которое, в общем, как-то там тихо-тихо, а потом может выскочить и показать, что вот я тут есть. Поэтому, ну, как бы лучше врачам здесь довериться, если у вас есть с этим какая-то трудность. Вот. Один очень еще важный момент по поводу, по поводу того, с чем, о чем очень часто говорят родители. У нас, к сожалению, в стране не очень, не очень развита вот эта культура понимания, а как это, когда ребенок болеет, или человек болеет, и его невозможно вылечить. Вот мы с вами не болели там, такими заболеваниями, мы с вами там заболели, попили, поели, чего-то вылечить, уколы покололили, да? И у нас все прошло. А, и мы, ну, все, мы хорошо, мы успешны, мы закончили это делать. А как найти вот эту грань, когда я уже хорошая родитель, и вот этого достаточно? Вот это очень сложная вещь, ее очень у нас в стране, практически ее нет. Этому на самом деле тоже нужно учиться. И врачи-то привыкли, вы пришли, ушли, они вас с антибиотиками прокачали, то, что они должны сделать, и у них, в принципе, все нормально, а вы с этим живете все время. И таким образом понять, что вот этого хватит, вот это очень сложно. И, ну, здесь вообще-то имеет смысл получать помощь в этом плане, потому что вылечить это нельзя, но жить с этим нужно. к этому же, как бы, случаю есть история такая. Оборот, опять же, сторона медали по поводу применения всех этих процедур. Я очень поддерживаю врачей в том, что нужно делать с самого раннего возраста, и нужно делать все, что они говорят. Но, про эмоциональный ресурс. Самое плохое для детей с муковисцидозом, с какой-то другой болезнью, но с муковисцидозом, особенно, это изоляция. Если они изолированы дома, это очень плохой прогноз. Очень плохой. И они не задают эти вопросы, что для нас самое плохое. Я им честно отвечаю, изоляция. Да, нужно бояться инфекции. Да, нужно соблюдать все эти вещи. Да, трудно учиться, и так далее. Но, если они изоляция дома, чем раньше они сели дома, тем хуже прогнозы по тому, что они будут вообще что-то делать, когда он расступит, и так далее. Но, пример, чтобы не быть голосовым. Опять же, мальчик, например, с теми же ножами. Меня поздали к нему ему на 12 лет. Он не питерский, он к нам приехал. Говорят, мальчик, на 12 лет депрессия, он в жизни ничего не делает, смотрит, значит, в дно кровати, когда я в своей кровати. Я говорю, слушай, что 11 лет как-то рановато, а что-то мама есть, ведь мама есть, хорошая мама, ну хорошо, так, ладно. Я приехала, ребенка к моему предку посадили, то есть, что он все время, или нет, я не знаю, он сидел, очень хороший мальчик, знаете, такой симпатичный, очень умные глаза, такие большие, вообще, вообще, и молчит, совсем сел, смотрит на меня, и молчит. Я думаю, хана, человеку не разговаривает, что я живу. Мама действительно, очень приятный человек, может, нет вопросов, нет. Вот, и пока мы с ней разговаривали, про то, что он там учится, или не учится, в общем, оказалось следующее, ребенка в первом классе, он учился, по-моему, весь класс, но в первом классе его забрали домой, и в это же время, они достроили дом, они переехали из квартиры, там, в которой они жили, дом там, закрыл, там, по-моему, туда, у него очень хорошая семья, папа хороший, брат хорошая, там собака, там, еще что-то такое есть, но у ребенка абсолютно потеряна его социальная света, он проперет свой класс, рассказывает так, про мальчика, мучиливый, он как рассказывает, и про футбол, и еще какого-то, и про физкультуру, и про ребят, и про учителей, и про то, что он там учил, и про то, что он учится на дорогу, он не отстает, про друзья во дворе, причем эти друзья, потому что он рассказывает, он понимает, что там не все были очень хорошие, но тем не менее, он рассказывает про свою жизнь, все остальные годы, считайте, с 7 до 12, 5 лет, он не рассказывает, ни читает, но он рассказывает, как там, вот, во дворе, ну, видимо, там, большая, какая-то поляна, и там, с папой, там, то-то и то-то, где-то в лес, вот и так далее, ребенок абсолютно дезориентирован в этой жизни совсем, он только лечится, и лечится, и ему ничего не взяли, ему нельзя куда ходить, ему нельзя ничего делать, он действительно тяжелый по течению физиологически, но он психологически абсолютно дезодатирован на этой жизни, и он выходит в аппертапы, когда он как-то тоже почувствует себя молодым человеком, но вот шансов, что он себя не почувствует или почувствует себя полноценным молодым человеком, ну, они почти размером, а соответственно, если он абсолютно дезодатирован в своей ре psyche, жизни, не в лечении, хотя он тоже вот здесь там тело, ему просто дают, 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 он это делает, это пьет, то ему за жизнь зацепиться никак. Другой пример. Две девочки, 15 и 16 лет, когда я с ними встречалась. Очень хорошие девочки, тоже очень умные. Врачи имели ни малейших претензий с людьми, ни одной. Вот серьезно, я не привлечиваю. Врачи прекрасно рассказывают, как они стоят здесь, они в больнице, они стоят с утра, они все делают, вычищают легкие, дышат первым, вторым, третьим, там у кого что, там потом кайфают, едят, водки из терпели, просто прекрасно все делают. Ни одной претензии. Так получилось, что мы общались с ними втроем в большом актовом зале, у них там расхождение похлорено темными. Вот, и мы с ними разговариваем так, 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 они обе не тяжелые по течению, по-разному, но тем не менее. И в какой-то момент они начинают спрашивать про мой опыт работы с инцидентами, которые выжили, да, с самописием и так далее. Я говорю, девочки, ну вот так-так, говорю, а к чему? Вопрос-то, собственно говоря, сейчас идет. И тут у них появляются слезы на глазах, они говорят, мы живем только для того, чтобы родители не огорчались, что мудрым. При том, что они прекрасно усиловили все, что нужно делать. 15-16 лет. Одна сидит дома год, не ходит в школу. При этом девочка художественно одаренная, прекрасно рисует. Очень молодая девочка, такая прекрасная. Вторая просто сидит дома, заканчивает школу, сидела она, к сожалению, уже ушла. Сидела дома, и ей все время говорили, что в институт она не будет поступать, потому что не зачем. Отдельно за молодым человеком с каким-то дураком в коммуналке она же не будет. Тоже не зачем, она будет жить с ней. Собственно, закрывали ей вообще все будущее, которое есть. И гулять она могла только в дворе. Вот так вот. Вышла из дома и сидит там. Вот так, говорит, можно. В одной встрече мы с ней, когда встречались, она сказала, «Пожалуйста, попросите мою маму, чтобы она поспала умер в кино». Ну вот до такой степени. При том, что мамы, на самом деле, не хорошие люди, они очень важны. Что-то девочки все умеют. Но вот отсутствует собственная жизнь вот так. Одна девочка уже нужна. Та, которая постарше была. Вторая жива. Но она там наспугает, понимаете, что если пойдет на пересятку печени в какой-то момент времени. Вот. Это тоже про сопротивление, которое рождается у родителей носительное лечение. Если ваше сопротивление тому, что говорят врачи, как это так, то, скорее всего, у вас в дворе что-то вроде этого. Это не потому, что вы такие, это потому, что мы такие. Когда нам сложно справиться в какой-то ситуации, мы либо обвиняем в этом себя очень жестко, то, что мы можем обвинять, либо мы обвиняем в этом какие-то внешние силы и таким образом перестаем делать что-либо, в том числе для наших детей. Это для понимания себя, опять же, не для осуждений или еще чего-то. Это не ваша особенность, это наше поведение человеческое. Вот. У меня нет ребенка с лукой статусом, но если взять какую-то тяжелую для меня ситуацию, вот я его туда или туда подвигаюсь. И, соответственно, мы к ней точно так же относиться. Это не то. Если до 15 лет все в общем и целом благополучно, что происходит в это время? В это время происходит окончательное становление образа «я» и выход в такую гидронную принадлежность. Либо переживание всей девушки, либо переживание с молодым человеком. Для них это бывает сложная история, даже не очень крутые. У кого-то не растут мышцы, у кого-то не растут грудь. Если не происходит принятие себя с болезнью в 15 лет, дальше говорить все очень сильно трудно. Вот очень сильно трудно. Это очень важный этап. Вот. Хочу вам сказать такую вещь. Очень часто задают вопрос, как, в каком возрасте говорить ребенку о болезни, о том, что она тяжелая, кто должен это говорить, если тогда пока задаст вопрос или самому сказать и так далее. Вот. Хочу вам сказать, что примерно 13 лет – это тот раздел, в который, по большому счету, нужно успеть, если уж говорить таким рекомендациям. Почему? Потому что, если вашему ребенку в школе скажут, там, ты кашляешь, не садись рядом со мной, ты болеешь или еще что-то, вы очень легко можете до 13-15 лет это перекрыть своим отношением, своим объяснением и так далее. Но в 15 лет наступает такой момент, когда, если у вас мальчик, девочка может ему сказать, что он ей не нравится. Другие мальчики могут, ну так, соперничать за эту девочку, над ним посмеяться, как над мальчиком. С девочкой, ну, то же самое. И вам будет это перекрыть практически невозможно. Ну, просто потому, что вы не того возраста, вы не молодой человек и не девушка. Вот, если говорить, то болезнь лучше сообщать до этого времени. И там есть две очень важные вещи, которые вам помогут. Первая, чисто вербальная, не говорите, ты больной. Говорите, что вот есть болеете, вот там могут болеть живот, и болеют люди за 70 возрастов. Это очень важная вещь. Потому что, когда мы видим определение, ты умный, ты дурак, ты больной, ты здоровый, это прямиком летит в очень древние психологические структуры, и их оттуда выучить может. Но это летит прямо в образ себя. Я могу сказать, что я толстая, я могу сказать, что у меня есть лишний. Есть очень большая разница. Но самое основное – это то, каким образом вы себя в этот момент ведете. Дети срисовывают ваши отношения по вашему поведению, по невербалке. Если вы, наверное, спокойны, если вы в этот момент, в принципе, себя чувствуете уверенно и расслаблены, вы будете относиться к своей болезни так, как вы себя ведете. Если вы будете нервничать, но при этом говорить, ну, ничего страшного, где мы, да, это бывает, он вам не поверит. Ждите следующего разговора. Если в следующий разговор у вас будет вот это отхождение, в третий раз может не спросить. Будет достать где-то в другом месте. По поводу интернета тоже здесь очень важная вещь для вас и для них, да и для нас очень интересная. Они могут, конечно, начитаться всякого. Я думаю, что вы проходили этот этап, тоже начитались. Я тоже начиталась, когда я узнала, что есть мукоэстидоз. Мукоэстидоз для наблюдения, больница очень молодая. 30 лет – это вообще ни о чем. И информация меняется постоянно. И поэтому, если ваш ребенок предъявляет вам какую-то информацию из интернета, обращайтесь, прежде всего, к датю. И говорите, смотри, вот это было тогда, сейчас это не так. Это очень важный момент, потому что я не могу прочитать то, что со всех снизитых мотивацию бороться на свою жизнь, но, к сожалению, мы из интернета брать это не можем. Но все, что опубликовано до последних лет, буквально двух-трех, вы все имеете право отсеять и у себя внутри, потому что это и вам очень мешает, и для них. Еще один очень важный момент. Хочу вам это сказать. Мне очень часто приводят деток, ну вот родительство, когда он приводит, говорит, вот он худой, он не хочет учиться, он еще чего-нибудь. Ну, обычные жалобы, которые есть у родителей. Все нормально. При этом, значит, сидит, смотрит на ребенка, дали ему задания, он приводили мальчика худой и не усечен. Сказали, вот так. Сказали, смотрите, все хорошо. Привели все ненормально ребенок. Вот он, реально нормальный. Он ведет себя на свой возраст, он не усечен, потому что ему скучно. Ну, ему не интересно, ну, дядя у него чужая тетка. Абсолютно непонятно, почему он тратит свой выходной на то, чтобы приехать сюда. При этом все делали, он нормально слышит, мама услышит ее и так далее. Но при этом абсолютно обеспеченная мама. У нее вообще сил, по-моему, уже никаких нет. Я говорю, оставьте ребенка в покое, посмотрите на себя. У вас сил нет, вы вообще как живете? Я работаю там по 12 часов, у нее работа, плюс еще надо задержаться там каждый день и так далее. Я хотела бы здесь вам такую вещь сказать, что радость, это вот как чистить зубы. Вот это биологическая необходимость. Если ваш ребенок видит вас все время бесточным, несчастным, несчастливым, поверьте мне, он будет виноватиться. Как бы вы его убеждали, что он к нему не относится? Вот эти девочки, которые живут ради родителей, там совершенно измучили маму. По другим причинам, но тем не менее. Поэтому, как бы ни было сложно, пожалуйста, помните о себе, радуйте себя, добавляйте сил себе. Но это необходимо и для себя. И ваш ребенок научит этому у вас. Он просто будет видеть, как вы живете. А если будут силы у вас, вы найдете именно своего ребенка. Уверяю вас. Вот у меня сейчас в памяти в минимум 5 случаев, таких вы приближете один за другим. Хорошие дети. Родители – хорошие родители. Совершенно измученные. Никакие. Пожалуйста, помните о себе. Это поможет вам, вашим детям, болезнь не должна сожрать всю вашу жизнь, какая бы она ни была. И насколько детям девчим становится, когда родители начинают делать какую-то ерунду, которая их самих радует. У нас в Мурманске была прикольная ситуация, у нас была группа с родителями. И мама расходится с отцом девочкой, но у них очень хорошее отношение к девочке. Девочка задает следующий вопрос. «Мама, а когда ты найдешь у тебя уже следующего принца?» Мама говорит, ну как бы так вот сразу принца, как бы, ну я просто вот не знаю. Как их искать? Да что ты не знаешь? Идешь по улице, машина там принца. При том, что, ну реально очень хорошее отношение. Девочки у папы бывают. Ну вообще никаких проблем. Ну вот ребенок даже этого не понимает. Ну они такие там веселые очень в семье, ну и все хорошо будет с принцем тоже. Но тем не менее, никому не хочется, чтобы он близкий страдал. Вам не хочется, чтобы страдал ребенок, им не хочется, чтобы страдали его. Вот вообще. Так, что у нас дальше? Если они хорошо проходят патер-кат, и у них все в порядке, то они в общем дальше без таких вот тяжелых историй, за исключением таких переходных моментов. Например, ребята, которые для нас с вами закончили школу, но дальше, в общем, сложный момент. Для них он бывает в войне сложным. Там расставание с кем-то, если есть. Но тем не менее, все может быть не критично. Про гендерную идентификацию, стройную историю. У нас была девочка, она все равно тоже ушла. Ей в 24 года. Очень красивая девочка. Ну вот реально очень красивая. Даже без косметики. Знаете, такая очень природная красота. И то, что она была худенькая, ну в общем, очень не шло. Когда мы с ней общались, я спрашивала про то, про другое, про третье. И выясняется, что у нее были такие вот романы. В нее влюблялись. Она влюблялась. Все в порядке. То есть она могла выйти в такую национальную периодность. Но она никому не могла сказать, что у нее могла есть доз. Она не могла делать ингаляции, не могла дать таблетки и так далее. И в итоге у нее она ни с кем не смогла вступить просто в единственные отношения. Я говорю, слушай, ну а дальше что было? Она говорит, ну я всем сообщала где-то. Расставались в хороших отношениях. Она хорошая девочка. А через месяц она где-то, вот встречаясь там за кофе, и она говорила, что мне выяснилось две истории. Я точно помню, она сказала. Я говорю, шо, как реагировали? Ну вот ты же осталась. Что ты сказал? Чего ты сказал? Говорит, ну все говорили, что слышали. Очень жаль, я не знала. Если нужна помощь, пожалуйста, звони там. День парень, еще состоятельный был хоккеист. Говорите, что нужно для лечения или что-то. Ну только скажи. Я говорю, то есть я вижу, ненормально. Может быть, со следующим попробовать. До, ну вот сказать, чтобы как бы случилось взрослой жизни. Но, к сожалению, она этого не успела. И там еще такое очень влияние мамы было своеобразное. Вот. И, к сожалению, она ушла. При всем при том, что никаких объективных, вот показателей для того, что в ней не состоялась личная жизнь просто не было. Она закончила институт, доучилась. Очень хорошо доучилась. И, собственно говоря, ну, угадала, так скажем. Очень быстро причем. Что еще быстро рассказать? Ну, для вас это, наверное, не очень актуально. Кому очень интересно. Есть вот такое вот исследование. Серегма. Приведено на собачках, приведено на людей, и потом апробировано на людях в условиях. Называется… Он вел такое понятие, как выученная беспомощность. Это когда животные при наличии ресурсов учатся ничего не делать, для не спасать себя из сложной ситуации. Не буду рассказывать, но очень длительная реальность следа. Вот, если мы себе ставим целью вылечить ребенка с луковистой дозой, мы попадем вот в эту выученную беспомощность. Которая отберет у нас вообще силы что-либо делать. Этого не может сделать никто. Это не могут сделать врачи, не мы, не я. Никто на этом дело светит. Это сделать не может. Поэтому нам, как людям, которые очень хотят быть хорошими людьми, цели даже такой себе ставить не нужно. Если хотите, я могу сказать, что психологи считают хорошим родителем. Если интересно. Нас прямо даже мучили по этому поводу, устроили на самом деле тренинг, вымучивая из нас. Хорошие родители – это тот, который мучает ребенка жить без себя. Самостоятельно. Вот это хорошие родители. Ни который любит там до смерти, ни который помогает во всем, ни который там обеспечивает квартирами, машинами и так далее. Ни тот, кто уходит в дипроперку. Это человек, это люди, которые помогли человеку стать самостоятельным. Соответственно, жить без родителей, в принципе, без… Что такое самостоятельность? Если я вас сейчас прошу. Это противоположность к инвалидизации. Какой человек инвалид, который не может что-то сделать. Человек, у которого не много, не может ходить. Он может перелегаться на кресло-тоталки. Но тем не менее. Вот точно так же получается эмоциональный инвалид. Если человеку нельзя идти в школу, если ему нельзя идти в секцию, если ему нельзя выбрать из себя друзей, потому что они такие не жопники, если ему нельзя выбрать того, кого он хочет любить, если ему нельзя выбрать время, когда у него будет первый полный контакт, если ему нельзя выбрать профессию и так далее, получаются моральные и эмоциональные инвалиды, которые не идут в жизнь. Вот мне кажется, что нашим детям да, этого достаточно. И к себе это тоже можно применить, чтобы это еще усугублять. Поэтому отношение психологическое с детками, которыми у него все должно быть следующее. Вам можно все, на ней способ как это сделать. Где тебе сделать ингаляции, как тебе принять таблетки и так далее, как мадонны. Хочешь сюда? Так, не знаю, в хоккей какую-нибудь. Ну, если ему можно, да? Пожалуйста. Но ты должен сделать вот это, вот это, вот это. Расскажи мне, как ты будешь это делать. Ну, уже в том возрасте, в котором ты можешь. Говорить, что ничего-то нельзя, для них это очень сильно тяжело. Гораздо тяжелее, чем нам с вами. Да. Ну, наверное, все. Да, про врачей одно слово. Поскольку все-таки ингредиционное заболевание опасное, да, для вас врач, который вас лечит, это практически тысячи от семьи, которые можно позвонить нам, и те же инкробиологи и так далее. А для них все-таки у них людей больше, которые не болеют. Поэтому не обижайтесь на них сильно, если они любят вас не так сильно, как вы их. Просто потому, что у них людей, которых они не вынуждены любить, подочтение болезни гораздо больше, чем у вас. Вот. Но из-за этого получаются достаточно частые конфликты. Врачам я говорю наоборот. Я говорю, поймите, что вы для них очень важный человек, член семьи. Они будут все-равно вам относиться не так, как вы к ним и так далее. Поскольку врачи не спит, я вам говорю вот, ну, в обратную сторону. Ну, наверное, все. Я думаю, что дальше вопросов отделения Александрович, да? Или? Я думаю, у меня нет вопросов. Есть вопрос за диплом? Нет. У нас сочно. Да. Вы пробовали. Да. 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 Да.